здравствуйте друзья с вами паша кримон на связи и сегодня новый обзор но на старенький танк а именно из 2 который находится на боевом рейдинге 5 и 7 не 44 года а именно самый самый первый из 2 почему я решил на него сделать вообще обзор в последнее время очень часто у меня на стримах спрашивают паша что качать там и так далее хотя эти вопросы в течение нескольких лет мне задаются одни и те же но относительно часто стали попадаться вопросы блин а из 2 вообще нормальный танк или нет многим не нравится да я вот хочу узнать твое мнение и в этом ролике я вам как раз таки и хочу рассказать про замечательный танк из 2 и прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк подпишитесь на канал также проверьте подписку если уже были подписаны и оставьте по окончанию ролика какой-нибудь комментарий со своим мнением по поводу и со второго и вообще в целом видоса и давайте начинать из 2 это отличный танк который подойдет далеко не всем да к сожалению надо понимать как его применять ибо некоторые характеристики танка заставляет его страдать ну а некоторые наоборот нагибать начнем пожалуй с самого главного преимущества данного танка это деструктор те кто не в курсе деструктор это пушка d25t 122 миллиметровая и в топе она стреляет отличными камерными снарядами br471b с бронепробитием 191 миллиметров с 500 метров на борту которых находится 246 грамм в тротиловом эквиваленте как вы понимаете практически любой противник в которого попадет такой снаряд отлетает с одного выстрела но есть некоторые нюансы про которые я вам сейчас расскажу давайте начнем с того что взрыватель на данном снаряде довольно специфичный и легко бронированные цели по которым вы можете вести огонь будут пробиваться насквозь без взведения поэтому всякие пумы некоторые зенитки и тому подобная техника будет переживать ваши попадания но для этого у вас есть фугасный снаряд который я вам советую брать с собой ну штучки 2 например у него на борту 3 и 6 килограммов тротиловом эквиваленте и бронепробитие 37 миллиметров в некоторых случаях если вы попадаете в топ списка вы можете этим снарядом разносить практически любого противника в крышу под башню и иногда зад башни но конечно же основным снарядом я вам советую брать бр-471 да и стоковый на самом деле снаряд обычный бр-471 хоть он имеет меньше бронепробития чем брешный и он просто чуть хуже пробивает и чуть хуже работает по наклонной броне а по всем остальном у него примерно все то же самое 246 грамм взрывчатки и такой же взрыватель так что в стоке из 2 уже может довольно неплохо разносить танки правда из-за того что мы играем в war thunder и у нас есть в механика объемных снарядов иногда бывает такое что например башня тигра не пробивается башня пантеры кушает снаряд вообще без урона и так далее это к сожалению будет происходить относительно часто так что будьте готовы гореть гореть очень сильно такие моменты будут обязательно происходить с вами далее давайте по остальным характеристикам пройдемся скорость пурота башни на асах 14 градусов в секунду что не очень много но в целом достаточно для именно и со второго потому что я вам чуть попозже расскажу тактику ведения боя на нем и кстати да у меня а сына и он куплен и потому что он заслуживает асов хотя они не такие уж и дешевые далее перезарядка на асах 20 целых восемь десятых секунды на экспертах по моему 22 или около того секунд будет что как вы понимаете достаточно долго и практически любой противник который против вас попадается на любых боевых рейтингах стреляет в два в три иногда даже в четыре раза быстрее чем вы поэтому каждый выстрел который вы делаете должен быть выверен снаряд должен прилететь ровно в то место где находится боекомплект или внутрь боевого отделения вертикальные углы наведения у нас довольно фиговые от минус 3 до плюс 20 градусов что позволяет этому танку неплохо наводиться орудием вверх но вообще абсолютно практически полностью он не имеет возможности наводиться вниз поэтому выбирайте направление атаки таким образом чтобы у вас была одна сплошная плоскость то есть старайтесь не ездить в горы какие-нибудь старайтесь нигде на низинке на равнинке какой-нибудь воевать тогда у вас не будет проблем с возможностью вообще навести орудия на противника далее я хочу отметить очень хорошую подвижность для тяжелого танка у нас 520 лошадиных сил на 46 тонн веса но при этом довольно неплохая динамика чуть хуже чем у средних танков максимальная скорость вперед 42 километра в час и отличная скорость заднего хода в 16 километров в час это позволяет нам с вами уходить из-под атаки противника что является довольно хорошим плюсом для советского танка ибо большая часть советов задом ездит очень хорошо ну вы наверное это уже и так знаете экипажа у нас четыре человека трое из которых башни и один механик-водитель передней части корпуса также немножко вернусь к орудию скорость вертикального наведения у нас довольно фиговенькая 4 градуса в секунду поэтому вам лучше заранее наводиться в сторону противника иначе вы просто можете например не успеть опустить орудие на него но и помимо всего прочего у нас относительно неплохая броня башня имеет 100 миллиметров круг корпус 120 во лбу 90 в бортах 60 сзади это позволяет нам танковать большую часть противников на нашем боевом рейтинге со средних и дальних дистанций вблизи лучше на этом танке не воевать и опять же я вам сейчас в тактике ведения боя на нем расскажу почему именно но я думаю что скорее всего некоторые из вас уже догадались и вот что касается живучести танка она довольно странная потому что когда я например против и со вторых встречаюсь на тиграх на пантерах и так далее его пробить реально тяжело раньше у него область вокруг маски вот эти щеки башни пробивались беспроблемно сейчас какие-то непонятные рикошеты непробития а с учетом того что там всего-то 100 миллиметров хоть там и небольшие углы имеются приденная броня у него примерно в башне около 112 130 но под некоторыми углами больше 200 миллиметров достигает поэтому наверное после изменения схемы бронирования башни она была когда-то уже давно и уже честно говоря не помню он стал жить намного лучше но также у него неплохо держит верхняя часть корпуса там приведен очка 140 миллиметров с хосах от центра под 160 если по прямой на него смотреть и нлд в 120 что согласитесь довольно на самом деле неплохо опять же на средне дальние дистанции на своем бэйре понятное дело что когда он попадает вниз списка его могут уничтожить практически все потому что там королевские тигры начинают появляться фердинанды як пантеры британцы с подкалибрами и так далее в общем довольно тяжело ему становится но на самом деле на самом деле это не такая уж большая проблема потому что мы переходим с вами тактики ведения боя друзья из 2 это один из немногих танков war thunder и которые могут воевать на всех боевых рейтингах на которые они могут попасть вплоть до 6 7 без особых проблем то есть геймплей в топе внизу и на своем бере у него абсолютно одинаковый активно играть на нем конечно и периодически можно но в таком случае вам должна попасться довольно хорошая команда который не будет пропускать вражеские танки в корму и в борта а также брать огонь на себя в случае чего и вас прикрывать конечно же противном случае ису второму будет очень плохо так как мы переходим с вами к ближнему бою как несложно догадаться с перезарядкой на асах почти в 21 секунду воевать против 2 3 танков одновременно на расстоянии там номер 100 метров будет достаточно тяжело учитывая что у вас есть еще командирская башенка довольно большого размера в которую прилетают камерники и практически всегда ваншотит этот танк и перезарядка его долгая эти два фактора не позволяют вам воевать эффективно против нескольких противников на близкой дистанции а ежели вы будете держать среднюю дальнюю дистанцию то есть более 500 метров и например более километра то тут из 2 разворачивается во всей красе во первых у вас будет время на перезарядку особенно если вы стреляете от укрытия а ваши снаряды и орудия с учетом баллистики этого орудия она кстати очень замечательная позволяет вам уничтожать практически любого противника на всей дистанции боя вплоть до полутора километров а в некоторых случаях и далее если вы конечно сможете попасть поэтому друзья я вам крайне рекомендую не вступать в ближний бой ибо вы скорее всего просто проиграете старайтесь держаться 2 3 лиги атаки ну а когда вы видите что союзники вам помогают и тоже продавливают противника его респауну то можете воевать и на первой линии к сожалению танка нет домовых снарядов они бы в некоторых случаях очень бы были кстати но тут уж никуда не денешься такой вот танк и зенитного пулемета у нас тоже нет ни до шика ни мелкашки поэтому самолеты низколетящие будут для вас периодически проблемой также я обращал внимание на то что некоторые реки танкуют и сом задом то есть они разворачиваются задом корпуса разворачивают башню сторону задницы и едут таким образом на врага с одной стороны и так в целом можно играть только в таком случае у вас приведенная броня скажем так за где корпуса который будет вперед ехать будет всего 80 миллиметров и вам будут постоянно поджигать двигатель и выбивать трансмиссию а постоянно стоять на ремонте и постоянно гореть надолго вас скорее всего просто не хватит поэтому играйте на нем нормально лобовой проекции как он должен воеваться это мое личное мнение так то можете применять его как хотите и в общем подводя итоги я могу вам сказать что танк из 2 является очень опасной огневой силой за советский союз отластительно неплохая броня хорошая подвижность на уровне средних танков отличная баллистика с бронепробитием и адское заброневое воздействие главное не вступайте в ближний бой играйте на средней дальней дистанции и все у вас будет хорошо танчик очень замечательный всегда был в принципе наверное и будет ну а сейчас он даже играется еще лучше чем мир года три назад главное знать ему подход аккуратная игра от укрытий также никуда не спешите продумывайте каждое действие и этот танк принесет вам море удовольствия а если вы играете взводом и вас будет кому прикрыть то тогда можете вообще прям в агрессивный стайл прям играть и давить противника если для этого будет возможность ну а если ролик соберет неплохое количество просмотров я наверное сделаю обзор на следующую версию из а второго 1944 года у которого есть свои преимущества на фоне обычного и со второго но и минусы тоже новые добавляются если вам будет интересно пишите об этом в комментариях я их обязательно почитаю оставляйте свое мнение по поводу иса второго делитесь своим опытом игры на нем ну а если ролик вам понравился не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте во все мои социальные сети ссылки все есть в описании с вами был паш фриман не забывайте приходить на стримы они у нас проходят почти каждый день всем удачи хорошего рандома и пока пока